Музыка Свиста тех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров Сегодня с вами в эфире Александр Петров, он же Тури И вместе со мной в гостях в нашей виртуальной студии Крейсер шестого уровня Германии под названием Нюрнберг В общем-то, что можно по нему сразу сказать Это такой же Карлс Руи, такой же Кёнигсберг Опять же, та же модель крейсеров Просто немного более поздняя, немного улучшенная и так далее и тому подобное На самом деле крейсер прикольный и очень интересный Сейчас мы с ним познакомимся поближе Я расскажу о его одноклассниках И мы с вами всех сравним и найдем, кто же там у нас лучше всех Кто же самый симпатичный Кто же у нас самый полезный Итак, давайте начнем, как обычно мы с вами любим С нашей боеспособности Кои, конечно, здесь у нас всего 27 тысяч единиц По сравнению с Криллдом и Аобой, конечно же, это мало Но, тем не менее, не это главная фишка Нюрки Поверьте мне Продолжаем разговор Бронирование, конечно же, опять же, типичное у нас Немецкое, бумажное такое, бумажно-картонное Где-то прикрытое фольгой Для видимости, в общем-то, 50 мм брони никакой нет Но, ребята, поверьте мне, это не только минус Дело в том, что зачастую линкоры, например, Варспайт Стреляют по нам бронебойными снарядами В надежде выбить нам все возможные цитадели Нанести нам максимально страшный урон И вот здесь они сталкиваются с проблемой А проблема заключается в том, что снаряды просто не взводятся И пробивают Нюрнберг насквозь Именно так, дамы и господа, и происходит И они наносят просто кинетический урон Я вот по своему личному опыту расскажу Как я на Варспайте стрелял по Нюрнбергу Сколько бы раз я по нему не выстрелил Не знаю, наверное, раз 10 снаряды точно заходили И это просто был обычный кинетический урон В тысячу с копеечкой Ах, стул мой сгорел, ребята И это зачастую нас выручает Даже самые страшные залпы от линкора Иногда, ребята, иногда Есть у нас возможность не получить цитадели И серьезный урон Конечно же, надеяться на это не стоит Но, помня об этом, у вас есть шанс Все-таки на выживаемость И перейдем мы с вами к пушечкам К нашим орудиям главного калибра И здесь среди всех крейсеров У нас самые слабые пушки У нас здесь 9 орудий В трех башнях 150 миллиметров Самый маленький калибр Но, ребята, во-первых, маленький калибр Дает нам возможность взять на четвертой полке Капитана способность на увеличение радиуса выстрела Раз Во-вторых, дает нам возможность увеличить скорость перезарядки На первой полочке есть у нас такая обилочка И, помимо всего прочего, увеличивает скорость вращения Если на второй полке мы берем с вами тоже еще одну обилку Поэтому при всех взятых вот этих вот перочках Пушки отлично крутятся и стреляют на там 17, почти 18 километров А это, ребята, очень-очень круто Что можно сказать про урон от снаряда Здесь у нас типично немецкий урон от ББшек 3900 и 1700 от фугасов Если посмотреть на Кливленда 2200 и 3200 На АОБАС ее 200 203 миллиметра Так, 3300 и 4700 Ну, АОБАС всего 6 орудий А у нас здесь аж на целых 9 Вот Еще какой плюс этих орудий Во-первых, они расположены по 3 орудия в башне Что мне очень нравится На мой взгляд, это повышает ваш шанс попадания по противнику Когда 3 орудия стреляют из одной башни На мой взгляд, это явный бонус Расположение орудий Также у нас одна башня на носу, две на корме Как бы намекает на то, что Нюрнберг хорош именно в ретираде То есть он хорошо отходит от противника И поливает его огнем Когда противник просто тупо не может его догнать Конечно, двигатель наш не позволяет унестись просто за горизонт Но тем не менее, мы можем совершенно спокойно на ретираде отстреливаться от догоняющего противника И еще при этом есть шанс эту Адельку не получить Есть у нас здесь вспомогательный калибр Четыре пушечки сдвоенных по 88 мм Ну, ребята, сами понимаете И главный, опять же повторюсь, плюс Ну, главный, не главный Но один из самых главных плюсов Нюрнберга Это дальнобойность 16,5 км без улучшений И это, поверьте, очень много Далее Идут у нас торпедные аппараты Здесь у нас, как обычно Так же, как и на Кёнигсберге Четыре аппарата по три торпеды По два аппарата на каждый борт Шестикилометровые торпедки Все тоже, все те же 64 узла идут быстро Заряжаются достаточно оперативно Этими торпедами Можно как и отогнать от себя корабли противника Так и вполне себе загнать Какому-нибудь задевавшемуся линкору Очень и очень хороший урон Торпеды на немцах Мне, честно говоря, очень нравятся Они очень-очень честные Достойные Классные торпеды На мой взгляд, здоровские Давайте посмотрим ПВО Здесь у нас 25 попугаев И, собственно, примерно то же самое ПВО Нас на обе встречает 23 попугаев ПВО никакого здесь, опять же, нету Так, там пострелять, запустить пару салютов Возможно, нам это пригодится Давайте посмотрим, что касается нашего хода И ход у нас, кстати, уже не такой медленный, как раньше 32 узла Мы практически сравняли с Кливландом Ну и АО, конечно, нас со своими 35 узлами обгоняет Радиус циркуляции здесь уже побольше 720 Ну и, в общем-то, здесь мы проигрываем всем остальным товарищам Потому что у нас здесь радиус циркуляции самый большой Перекладка руля 7 и 6 Чуть быстрее, чем у АОБы И прям быстрее, чем у... Нет, наверное, не быстрее, чем у Кливланда Сейчас поставлю топовый корпус, посмотрим Да, все равно медленнее, чем у Кливланда Перекладка, да, все-таки помедленнее Немножко более тяжелый получается этот Нюрнберг За счет этого, конечно, менее он становится маневрным Давайте посмотрим, опять же, маскировку здесь рассматривать Ну, смысл, 12.6 мы светимся достаточно далеко Как самый настоящий крейсер Давайте рассмотрим применение в бою этого самого Нюрнберга Во-первых, он, опять же, как и любой крейсер Особенно, так же, как американский крейсер Отлично подходит для борьбы с эсминцами За счет того, что у него быстрострельные орудия Быстро перезаряжаются Орудий много И так или иначе, эсминец, вышедший на любого из этих Нюрнбергов и Кёнигсбергов Скорее всего, будет обречен Потому что он просто будет разодран на куски огнем артиллерии Какая страшная картина, ребята Во-вторых, что касается ББшек Вот этот видос был у нас записан на стриме Мне все говорили, попробуй ББшки, попробуй ББшки Я попробовал ББшки И вот вы видите в этом бою, как я эти ББшки попробую Что эти ББшки делают с крейсерами противника То есть за счет быстрой перезарядки Мы разрываем крейсеры просто на куски Просто разрываем, уничтожаем и делаем с ними самые страшные вещи Не удалось мне пострелять по линкорам По самой загадочной причине Потому что, наверное, линкоров просто в этом бою не было Было бы интересно пострелять по ним ББшками Но, как видите, не удалось И тем не менее По крейсерам ББшки себя показали просто замечательно Вообще, это крейсер, на мой взгляд, для двух типов боя Либо вы ходите там по дальним краям Отстреливаетесь из своих орудий Баллистика, в принципе, позволяет попадать Да, на 18 километров, наверное, крайне сложно стрелять там по траектории Там, как японцы Если у вас калибр 150 миллиметров К сожалению Но, тем не менее, возможность попасть все-таки есть Снаряды летят более или менее И даже на 10 плюс километров Шанс попадания все-таки присутствует Вторая фишка Это более близкий бой Это то, что мне больше нравится Наверное, я просто плохо стреляю издалека Я люблю бой поближе Торпедки, которых у нас здесь много Мы можем, в принципе, идти носом на любого линкора И под конец спикировать, сбросить торпедки Здесь у нас с двух бортов они выходят Что касается торпедного вооружения На мой взгляд, этот корабль лучше всех вооружен На своем уровне Лучше любого крейсера Равно как, ну, наверное Кёнигсберг все-таки еще Немножко может проиграть Омахи Потому что Омахи тоже классные торпеды Но вот что касается шестого уровня Лучше, чем на Нюрнберге Ни у одного другого там Ну, конечно, выбор небольшой Всего лишь оба, да Но вот что касается торпед Нюрнберг впереди планеты всей И эти шестикилометровые торпеды Дают ему огромнейшее преимущество Потому что он и эсминца может отогнать И линкора затопить Да и крейсеру, в общем Не дать шанса особо для маневренности Вот такой, ребята, он Нюрнберг Мне он понравился В общем-то и Кёнигсберг, и Нюрнберг Они похожи И, я думаю, принесут вам море удовольствия Так что, если будете идти дальше Потерпите Карла Смотрите, кстати, мой гайд по Карлу Получился любопытный Вот, и дальше Йорк вас порадует Башнями, которым совсем недавно Увеличили скорость вращения Я уже сходил разок Мне понравилось, всё было круто Стреляйте ББшками, получайте удовольствие Жгите линкоры С вами был Александр Петров Поставьте лайк под видео Подпишитесь на канал и группу ВКонтакте До новой встречи в открытом бою Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok